Отойдя от привычной подачи 1 сентября, мы решили пойти от обратного, не от линейки, а рассказать, как готовилась начальная школа номер 5 к встрече с учениками. А процесс этот совсем непростой. Целое лето в школе шли разные работы, чтобы в новом учебном году 72 дошкалёнка и 186 школьников оказались в здании, которое больше похоже на тёплый и уютный дом. Вот такая это начальная школа под номером 5. А помогают сделать её такой люди, которых называют шефами, а мы назовём их людьми, которые любят детей. Школа – это не просто здание, отдельные классы, коридоры, взрослые дети. Это идеи, проекты и мечты, которые, конечно, легче воплощать в жизнь, когда рядом надёжный и щедрый друг, такой, как наши шефы, успешная компания «Бремль». Начальная школа, само название говорит о том, что она должна отличаться и отличаются. Здесь всё сделано, оборудовано для детей, для их комфорта, удобства и здоровья. Если парта, то парта – трансформер. Кабинет английского, значит, пособие и доска. Мультимедиа на уровне, а дидактический материал на зависть. В этом году, благодаря компании «Бремер», новый вид приобрели территории для прогулок и спортивная площадка. Уютные классы, красивые залы, библиотека, новый пищеблок – это дело рук наших шефов. В этом году они отремонтировали помещение нашей прачечной и сделали нам долгожданный подарок – современную спортивную площадку с безопасным покрытием. У нас очень много идей и много желаний, и каждый год они обновляются. Не совсем мы можем справиться сами, но просить всегда сложно. Всем известен детский рассказ «Синие листья», суть которого в том, что помогать надо так, чтобы возможно было получить помощь. Наши шефы помогают от всей души, с готовностью, и не только материально. Для реализации проектов они подключают нужных специалистов, они дают нам необходимые советы, показывают пути решения поставленных задач. В такие моменты мы даже ощущаем себя частью мощной компании «Бремер». Мы чувствуем поддержку, помощь единомышленников. Спасибо им за это. Современные дети требуют современного подхода, и педагоги пятой школы хорошо это понимают. Но в образовательно-воспитательном процессе взращивают в детях прежде всего добрые человеческие качества. Современные дети, которые нужно идти в ногу за ними, стремиться, что-то от чему-то они нас учат. Я учу, и так мы вместе друг другу помогаем. Конечно, это прекрасно, но в то же время не очень подвижно, раньше были им более спокойнее, сейчас вот такие дети. Мы так тоже к ним пристраиваемся, находим общий язык и все, стараемся быть на высоте. Прежде всего нужно воспитать в ребенке человека. Самое главное, что должен быть человек. Его знания – это не что, без доброты, без гуманности. Дети понимают? Да, дети это понимают. Они у нас очень добрые, позитивные. Откликаются на все просьбы, на все мероприятия, которые у нас проводятся. У нас был класс, который оказывал помощь нашему социальному приюту для животных. Они отвозили туда корм после проведения социальной практики. Благодаря шефам в этом году была полностью модернизирована прачечная, а в прошлом пищеблог приобрел новое звучание. Шеф-повару Алине Курган готовит вкусняшки малышам – одно удовольствие. Сегодня у меня блины для детей на полдник. С начинкой или без? Со сметаной. Сделаю с начинкой. Дети наши обожают такие блины. Наши дети очень любят омлет с сыром. И шлисты обалденные. С колбасой или с сыром. Любят, у нас делают запеканку по-домашнему, творожную. Борж красный дети обожают. У нас в прошлом году только сделали ремонт. У нас все есть для работы. Ну, все, как сказать, ну все есть для работы, что нам нужно. Мы гордимся, что компания «Бремер» согласилась взять над нами в шефство в декабре 2014 года. Мы делаем свою работу с душой и любовью. Мы достигаем отличных результатов. Граждане нашего города стремятся определить своих детей в наше учреждение образования. В заботу, любовь, комфорт, которые мы создаем и с помощью наших шефов. «Вместе мы делаем нашу школу лучшей». Это девиз и работников, и родителей нашей школы. И вот первый звонок нового учебного года, конечно, это праздник. Праздник добрых учителей и благодарных учеников, ответственных родителей и не менее ответственных шефов. А потому вся территория начальной школы номер пять превратилась в территорию детства, где главными героями выступали ее ученики. А взрослые, вспоминая свои школьные годы, ностальгировали. Когда я был школьником, я не любил первое сентября. Но почему? Вчера было лето, а сегодня уже осень. Вчера были каникулы, а сегодня уже уроки. И впереди еще домашние задания, контрольные, много-много всего. То ли дело взрослые. Ну что они, сходили на работу, и все, свободен. Ни уроков, ни заданий. Делай, что хочешь. Еще и зарплату платят. Можно покупать конфеты, мороженое. И я стоял, так вот, как вы, с букетом гладиолосов, с короткой стрижкой. И мечтал, кем я стану, когда вырасту. Как-то незаметно прошло время, и я понял вдруг, что я уже взрослый. И что все меньше мечтаю. Все больше строю планы, какие-то графики, прогнозы. И я понял, что самое лучшее время в жизни, это время, когда ты учишься в школе. Это школьные годы. А 1 сентября это самый большой праздник. И я уверен, что все взрослые, которые здесь стоят, которые сейчас слушают меня, они согласны, что любой из них отдал бы все, чтобы оказаться сейчас на вашем месте. Стоять вот так вот, радостно, улыбающийся цветами, и мечтать. Мечтать о том, кем вы станете. Вы немножко волшебники. Поверьте, это так, вы можете стать кем вы хотите. Кем угодно. Я расскажу как. Есть два пути. Первый, это волшебная палочка, но никто еще ее не видел. Второй путь, это учеба. Это учеба в школе, это учеба дома. Читайте много. Это очень помогает. Ну и, конечно же, ваши родители и преподаватели помогут вам в этом, и ваши мечты сбудутся. Ждем знания. Первый сентября. Каждый малыш получил не только отдельную порцию внимания от взрослых, но и подарок от имени президента. Книгу «Беларусь наша родима». И можно быть уверенными, что через много-много лет эти ребята скажут уже своим детям-первоклашкам, «А я помню свой первый школьный звонок». Действительно, как бы ни сложилось, торжественные линейки, первые учителя и верные школьные друзья – это те воспоминания, которые каждый из нас бережно откладывает в фотоальбом своей памяти. Продолжение следует.